Вы абитуриент, да? Да. Мы с вами разговаривали. Нет, по телефону уже много. Понимаю. Вот работа. Угу. Ходится. Здесь 125 гривен день оплата. А сколько режимов работы? Режим работы с 9 до 6, ну офисный рабочий день. У нас есть цех, но в цехе там и дни, и ночи, ну в общем там у меня взрослых только опускают, там чуть больше оплата. Вот. Но нам сейчас запарка здесь. Вы все равно в постоянный режим встать не сможете. То есть вы потом поступите, ну да, вам поработать летом. Правильно? Вот. Поэтому идеальный вариант для вас это вот здесь. Во-первых, здесь работа не такая нудная все-таки, ну не цех. Вот. Во-вторых, тут есть, ну вот есть паковка, можно нитку мотать там, ну то есть хоть какое-то разнообразие. И все-таки здесь более чисто. А вот. Значит что, я сдаю, там вот сейчас двое ребят покоя, тот, который показывала вам, он здесь постоянно работает. девочка, она стажируется, она пойдет в цех. Она постарше, она пойдет в цех. А вот курить можно в пятницу. Зарплата выплачивается два раза в месяц. То есть две недели проработал, получил. Вот. Зарплата, ну вот таких как вы, я сделала на день. Потому что бывает там, не вышел, бывает там, ну там надо поехать какие-то справки собрать или еще. Там у людей просто есть справка в месяц, которая делится пополам. Вас это не трогает. А справки есть? Есть разогреть, есть туалет, есть душ, который нужно принять после работы или во время работы, вообще не вопрос. Отработал с, то есть вот вы допустим, если вышли там сегодня или завтра, да? Вот. То есть вот по дням вы получили вот зарплата пятнадцатого. Ну я не уверена, что он пятнадцатого отдаст. Вот. Потому что почему? Еще два дня в деньги в банке полежали, ему бы капало. Вот. Восемнадцатого отдастся точно. Ну хотя в прошлый раз да. Ну. То есть минус 2. Ну это действительно не вертично. Да. Вот так вот. Можете сегодня начинать, можете завтра приходить. Сегодня не получится. Сегодня не получится. Можете завтра приходить и вперед. Совершенно не про дизайн. Вы мне напишите. Помогу. А. Я поняла. Я вам дала бумагу, мне вам дала ручку вон там. Угу. А. Должность. Угу. В общем. А. Если мне не полных семнадцать, я пишу. Сколько полных? Вы пишите сколько вам на самом деле. Хорошо. Те кто сегодня уйдут в общем. Какими профессиями вы надеете, какие инструменты оборудование вы можете пользоваться? Ну вы наверное вряд ли там имеете сварочным аппаратом. Нет. Тем более и сюда. У меня просто это же анкета. Мы набирали мастеров. То есть я просто ничего не пишу, да? Нет. Да. Если человек у меня идёт в цех, я должна понимать, что ему нужно доверить. И что... Когда вы готовы приступить к работе, это число поставить. Правильно? Да. Да. У вас одиннадцать классов. Правильно? Да. А. У вас есть образование. Там немало. Школа закончится. Ну, некоторые её не дотягивают. Ну, выпускают же всех. Ну, можно в восьмом, девятом классе уйти. Правильно? Да. Да, ну. Вот. Вот. Это да. Хорошо. Смотрите. Если вы там пошли, да, там ещё где-то что-то поискали работу, пошли, попробовали, у вас не получилось или ещё что-то, но вы помните, что вы можете сюда прийти. Вы сначала тогда... Если вы завтра с утра не приходите... Угу. Да, может быть такое. Правильно? Вы там пошли, где-то что-то вам больше понравилось, да? Угу. Потом получилось, что, оказывается, что-то не то, да? Ну, вы вспомнили, что вы можете... Вы сначала мне перезваниваете. Есть ли рабочее место? Потому что, ну, через час может кто-то другой прийти и занять это рабочее место. Да, я понимаю. Вы не пришли, а тут, ну... Ну, проездите и всё. Вы поняли, да? Ну, и в любом случае я опоздал. Вы тогда говорите, что вы были на собеседовании, да? Вот. В офисе, в цех в офисе, скажите. Угу. Хорошо? Вот. И... Тогда я вам скажу, можете вы приходить? Хорошо. Ну, давай... Спасибо большое. На левую, да? Нет. По лестнице правду кнопочку держите, а левую отформуете. Спасибо большое. До свидания. И как нужно, электронной при 이�тись, На левую. Хacasотеетempt creep. Продолжение следует...